Обо всем этом сегодня поговорим с Валерием Черником, заведующим кафедрой педагогики Мурманского государственного арктического университета. Валерий Эдуардович, здравствуйте, рада видеть вас в студии. Спасибо за внимание. По данным опроса Суперджоп, 66% россиян поддерживают отказ от баллонской системы. На ваш взгляд, как педагог, поделитесь вашим мнением, что вы по этому поводу? Я думаю, что это закономерно, ведь не секрет, когда вводилась баллонская система, тем более никто ничего не обсуждал с населением страны. Было принято решение волевое, и мы вошли в эту баллонскую систему. Видимо, из желания войти во все образовательное пространство Европы, оказаться интегрированным в него, получилось то, что получилось. Но на данный момент это все-таки больше минус или плюс? Вы видите, отовсюду Россию сегодня пытаются вытеснить. Идет культурная, на самом деле, изоляция России. И в этом смысле, я думаю, для нас это момент истины, момент проверки, что мы можем рассчитывать на себя в значительной степени. Я думаю, что отечественная система образования абсолютно уникальная. И она всегда была самодостаточной и никогда не уступала другим странам. И если говорить о заимствованиях, то мой любимый педагог, собственно, основоположник научной педагогики в России, Ушинский Константин Виннич, он когда-то был самым первым человеком, сравнивавшим систему образования, сравнительная педагогика у него такая очень интересная. Он говорил, что если мы и можем заимствовать чьи-то идеи, то, очевидно, только идеи. Но в полном объеме перенести систему образования другой страны на нашу отечественную российскую почву – это абсурд. Но кто-то пытался, тем не менее, нарушить законы культуросообразности, но получилось опять-таки то, что получилось. Вы столько лет в этой системе проработали. Какой результат? У меня разочарования нет в любом случае. Результат таков, что мы художебедно, по крайней мере, продвинулись в своем понимании Европы, европейских тенденций, Европа узнала о российских нормах образования. Они удивленно открывают для себя российскую педагогику. Они удивляются, что у нас она выстроенная, системная. На самом деле, зачастую там мы наблюдали некое, знаете, такое, не то чтобы поверхностное, но по пути такому шел педагог, по пути, который выбирает ребенок в русле идей свободной педагогики. У нас все-таки это организованный процесс, который педагог пытается организовать, помогая ребенку социализироваться, самораскрыться, саморазвитие. А чем планируют заменять эту систему? Сейчас мы от нее отказываемся, фактически из нее выходим. К чему возвращаемся? К советской системе образования? Я думаю, что вернуться к советской системе – это просто нереально и невозможно, да и вряд ли нужно. Потому что и время ушло, и очевидно, да, сегодня новые вызовы. И мы можем, и так же, как министр образования и науки Российской Федерации Фольков сказал, что мы будем создавать свою уникальную систему образования, которая будет отражать наши традиции и при этом учитывать вызовы времени. Я думаю, что это было бы самым настоящим и резонным. Сейчас очень волнует и родителей, и студентов, я думаю, всех, кто нас смотрит. Что будет с нашими студентами? С нашими студентами будет то, что, я думаю, и шло. Они будут получать качественное образование, работая с преподавателями высокой квалификации. Я думаю, они будут учиться по обновленным учебным планам и программам, которые мы всегда обновляем. Но студенты, как получали образование, скажем, бакалавриат, есть и пятилетний, и четырехлетний. И у нас идет все своим чередом. Я думаю, никаких тут тревог, я думаю, для родителей и для детей, я думаю, не должны быть. Можно ли сказать, что программы по международному обмену прекратят работу в связи с этим? Ну, они сокращаются, но тут опять-таки не надо обольщаться. Их не было в том объеме, на который, может быть, кто-то когда-то рассчитывал, говоря о этой академической мобильности. И Европа все равно оставалась достаточно закрыта. И наши студенты, конечно, ездили в Норвегию, Финляндию, в Швецию, в Америку, в Канаду, в разные страны. Но это было все-таки небольшое число студентов, точно так же, как и к нам. А к нам приезжало еще меньше, я хочу сказать. Поэтому академическая мобильность в полном объеме, как это было заявлено в наших мечтах, это так и не получилось. Мы, да, мы очень много сотрудничаем с нашими партнерами. Но, знаете, много определяют личные контакты, научные личные контакты. Вот сейчас, в условиях изоляции России от многих международных процессов, тем не менее, мы говорим о том, что руководство многих стран разрешает своим преподавателям, научным сотрудникам продолжать контакты. Но в частном аспекте сейчас мы работаем. Я думаю, надо жить и радоваться жизни каждому ее дню и получать образование. Пока есть для этого возможность, и она есть. В Мурманске мы получаем и даем. Я сам учился в Мурманске, была возможность и в Москве потом учиться. Но мы все получили качественное образование, никто никогда не был разочарован. Валерий Эдуардович, спасибо вам большое. Во-первых, что успокоили и меня, и наших зрителей. Спасибо, что были в студии, было приятно с вами пообщаться. Всего доброго. Всего доброго вам. Субтитры создавал DimaTorzok